Продолжение следует... Санкт-Петербургского государственного университета. Теперь, значит, маска меняется. Я представляю себе одновременно и ректора, и проектора по научной работе Русской христианской гуманитарной академии, которые обязательно к нам подойдут, с нами пообщаются, особенно ближе к вечеру, но, соответственно, которые просили передать большие поздравления, глубокую радость, всепоглощающую здесь нашим мероприятием, потому как оно, если с 93-го года регулярно проводится и проводилось на базе тогда еще факультета философии Санкт-Петербургского университета, то, начиная с конца 90-х годов, оно проводится на двух площадках обычно, здесь и в университете. Ну, и, соответственно, вчера мы благодарили университет за предоставление помещения, помощи, в том числе для приезда наших иностранных гостей на наше мероприятие. А сейчас мы поблагодарим от лица организаторов благодарю Академию за представление о помещении, организационной и издательской помощи в связи с нашими мероприятиями. И будем считать, что все необходимые слова сказаны. Секция собралась в большом даже количестве, что очень здорово. Я с удовольствием зацепляю слово Анне Сергеевне Степановой, которая будет официально модерировать нашу секцию, по крайней мере, первую часть до обеда этой секции, одновременно выступит с докладом. Анна Сергеевна, да? Спасибо. С Вашего разрешения можете... Доклад мой называется «Логос и метафизика бытия. От античности к Византии». Но я хочу сразу сказать, что это такой некоторый набросок моих рассуждений по поводу античного понятия «Логос». Меня интересовало, какие трансформации испытывало это понятие в ранний период уже христианской эпохи и в западной и, соответственно, восточной традиции. В данном случае речь пойдет именно о Византии. Итак, каково предметное содержание античного «Логоса»? Наверное, с этого вопроса нужно начинать исследование. Сравнительный анализ показывает, что именно в пределах именно этого вопроса эволюционировала философская мысль, как в античности, так и в средневековье. В самом деле, тема речи и логоса актуальна была для античной философии и ориентирована на рассуждение о бытии. Я согласна с точкой зрения Гадемера, который очень верно, на мой взгляд, подметил, что греческой ментальности свойственна идея обосновывающего определения, как он пишет, или определяющего, сохраняющего логоса. Эта идея указывает на подлинные мотивы человеческого бытия в греческой антологии, которая понимает бытие как присутствующие в настоящий момент наличные. Хочу отметить, что даже стойки, о которых некоторые исследователи высказывают мнение, что у них не было понятия бытия, они постоянно подчеркивают и употребляют термин «наличное бытие». Более того, сама теория логоса определяется греческой антологией наличного. Прежде всего потому, что изначально логос содержит два смысла – быть основанием и быть излеченным. Это я воспроизвожу мысль Гадемера, с которой я согласна. В горизонте античной ментальности и обнаруживается как раз именно тот логос, который нацелен на бытийный аспект сущего. Таким образом, именно основание вещи как раз и оказывается предметным содержанием логоса. Вещь в её бытии усваивается логосом, и в этом не только смысл поглощения многого единым, но и постижение вещи в логосе как последним и окончательным определением. В проекции указанных двух смыслов логоса следует рассмотреть вопрос о том, как менялся его горизонт в историко-философском измерении. Конкретно, как эволюционировала эта парадигма двух смыслов – византийскую эпоху. То же ли это самое было в представлениях византийцев – быть основанием и быть изреченным? На первый взгляд кажется, что мысль византийцев следовала в том же русле актуализации бытийного, и это получило отражение в тринитарном догмате. Но была особенность, а именно, отождествление сына с отцом осуществлялось на уровне не личности, как отдельности, обособленности, олицетворяющей множественность, а на уровне всё-таки усеи, то есть сущности. Характерно поэтому понимание ипостаси как основания. Сам термин «hypostasis» коррелирует со вторым значением логоса, как основы, причины. Ключевым слово «ипостась» стало не случайно. Это слово вообще уникально для античности, для античной эпохи. Напомню, что термин был актуализирован именно стоиками. Так вот, именно это понятие было призвано благодаря мысли византийцев обозначить уникальную по своим свойствам природы нечто, которое, по сути, есть одно. Поэтому не случайно, что спор о сути предмета нередко перерастал в спор о словах. В связи как раз с этим интерес представляет ссылка Григория Назьянзина на лингвистическую составляющую этого спора, а именно на смысл и значение слова. «Ибо не станем же мы препираться подолгу об именах», – пишет Григорий, «коль скоро слоги складываются в одинаковое значение, но один в отношении уси, то есть божества». Следующий момент, который обращает на себя внимание. Византийцы в их трактовке «Троица» с точки зрения антологии сохраняют интуицию Платона, касающуюся небытия как принципа отношения и идей, отразившуюся в Пармениде. «Все идеи», – пишет Платон, – «суть то, что они суть лишь в отношении одна к другу, и лишь в этом отношении они обладают сущностью». Главная мысль здесь та, что отношения есть всё-таки предпосылка сущности. Существование дипа Платона идентично их сущности или иначе удостоверяет сущность. Аристотель это положение поправит. Сущность, скажет он, антологически важнее отношения. Что касается византийцев, возвращаясь к ним, их сын слова, как аналог античного логоса, единосущен с Богом Отцом. В этом единосущей заключается его предметное содержание. Вместе с тем разъяснение природы Троицы вносит дополнительный смысл. Это три идентичности или личной тождественности, не сводимое, однако, к другой в своих личных бытиях, существованиях. То есть слово «ипостась» допускало новый оттенок значения. В отличие от уси и сущности бытия, сущность здесь разводится с существованием. Одновременно подчёркивается более высокий уровень природы, обосновываемой реальности Бога Отца. Ибо он превосходит всякое бытие, вспомним согласно Дионисию Ариапагиту. Сравним это, опять же, с понятием «нечто стоиков». Нечто, которое выше всякого бытия, в античной уже проекции, в проекции античной мысли. Несколько иначе трактовал Григорий Назиальзин. Бог есть абсолютное бытие. Дионисий продолжил линию термологического оформления понятий, которые укладывались в новую схему понимания действительности. Сущность, содержащуюся в Боге, понимаемую им как благо, он обозначил термином «юпаксис». Для обозначения существования же он использовал другой термин «юпакон», сохранив при этом античное слово «юпакэминон» в его обычном значении субстанции или предмета. Эта интенция на категории «небытия, но сущность» у византийцев очевидна. Сущность у Григория Низского как раз и означает абсолютную полноту бытия. Неслучайно в споре «Эвномия» с Василием обнажилась не только гносеологическая, но и энтологическая сторона философской мысли, тяготеющей к такому концепту как сущность. Одни пустые имена по примышлению «Эвномия» делил на те, что отражены только в словах формальная сторона, отражённая в звучании или в мысли, но общее у этих мысленных конструктов заключается в отсутствии значения, они ничего не обозначают. Другие, не пустые имена, имена самих вещей, сравним с астоическими семенами слов, обнажают сущность вещей. Неизменное знание, основанное на логическом анализе, подкреплённое ореолом символического, позволяет созерцать самые сущности. Логика символическое отображает антологическое, высвечивая понятие сущности. Символическое истолкование Бога как высшей реальности как раз и означает вот эту новую жизнь логосом. Таким образом, в природе разума приписывается предикат единства и неизменности, свойства платоновской идеи, вспомню. Довод даже Василия, опровергающего «Эвномия», основывается на стоических всё-таки постулатах. Василий отстаивает реальность имён по примышлению. Это особая мысленная реальность, пусть даже и построенная на ложных основаниях. Вспомним фантазмы стоиков. Выходя на мысль об относительности имён определения, Василий по существу создаёт теорию понятий, подчёркивая правовой статус, таким образом, субъективности. Сужающийся горизонт античного логоса, подверженного субъективации, и обозначил как раз черту между двумя вышеозначенными смыслами, результатом чего и стала актуализация категории сущности. Сущность же представала в качестве изречённого бытия. Образ Христа и совмещал в себе два вышеуказанных смысла. Таким образом, свою полноту в значении быть основанием и быть изречённым античный логос обретает только византийцы. Разъясняется при этом и тезис об изречённости. Так в проекции метафизики не бытия, а уже сущности высвечивается сущность божественного конкретно слова, природе которого свойственна содержательная смысловая сторона. Аналогия здесь, может быть, приведена обычного человеческого слова, и она разъясняет суть вопроса. Телесная звуковая оболочка слова, доступная для слуха, скрывает внутреннюю, духовную сторону. Вот что об этом, апеллируя к теме имени Бога, говорит Василий Великий. Бог потому не явил имени своего, потому очевидно, что оно выше, нежели сколько может вместить человеческий слух. Это очень напоминает высказывание Августина Блаженного относительно понятия лектон, бестелесного стояков. Лектон, писал Августин, есть то, что воспринимает не ухо, а дух. Далее, по-видимому, иронизируя над Евномием, Василий замечает, что, дескать, ему, Евноми, Бог показал не только имя, но и сущность. И далее он как раз меняет вину Евноми в представлении о том, что сущность Бога якобы вещественна, то есть предполагает разнообразие, инаковость. И Василий как раз отрицает первенство отношений на том основании, что это означало бы инаковость по сущности, что, по его словам, отмечает естественное соединение. Таким образом, Василий, как мы видим, следует все-таки скорее за Аристотелем, нежели за Платоном, полагая, что сущность онтологически важнее отношений. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Анатолий Сергеевне, большое. И самое главное, то есть очень важно, краткость, ясность изложения мыслей. Я важную вещь не проговорил, поскольку на этом месте должен был быть Дмитрий Игоревич Монин. О регламенте, поскольку как нам к 14.30 надо завершать заседание, у нас предполагается 8 выступающих. Наверное, если мы хотим послушать вопросы, то, очевидно, 15-20 минут выступления. Тем не менее, Ваши вопросы. Пожалуйста, Мария. Анатолий Сергеевна, Вы сказали, что логос, вот, речь для детей усваивается логосом. Как это усваивается логосом, если она не просто произведена? Или в данном случае логос имеется в виду человеческий логос, который мы понимаем? Ну, ведь это же речь идет об античном понимании, конечно. И вот там именно можно так представить? Логос как речь в таком значении, в данном случае в этом значении. Ну, постижение, речь на постижение, да? То есть, идентифиологический момент уже… Да, да, в этом смысле. Да, в этом смысле. Спасибо. Ещё. Вы сказали, что мытье в античности понималось как наличное. А Вы не могли бы объяснить, какой термин для этого использовался, и какой-нибудь пример привести? Потому что, по моим наблюдениям, всё-таки понятие наличное возникает несколько позднее. Вот, допустим, Филон Александрийский, он вводит термин хипостасис как понятие, и у него это становится философским термином. Для этого, может быть, использовалось понятие хипостасис, и всё-таки вот это понятие наличного, мне кажется, в античности очень поздно появляется. Скорее, там была антология сущности. Во всяком случае, у Платона и даже у Аристотеля всё-таки в первую очередь речь идет о сущности, тогда как наличное как-то уходит на второй план. Платон в нескольких местах отмечает, что значение связки есть, как и чего-то такого утина. Но всё-таки он в первую очередь думает о сущности, а это не наличное, это немножко иное, то есть это нечто, это нечто предметное. В плане вопроса о предметности, я с вами согласна, но это как раз то, что вводят всё-таки стойки. И я об этом вот в своей книге как раз пишу. И то же самое понятие хипостасис. Поэтому Филон Александрийский, он просто здесь следует за стойками, так же, как он использует и понятие логосов. Это всё от стойков как раз, вот эта линия понимания. Что касается Платона и Аристотеля, да, я согласна, конечно, такого понимания предметности, может быть, не было. И то, о чём пишет Гадамер, это относится скорее к традиции поздней античности, но той традиции, начало которой положили именно стойки. Но они уловили уже у Платона и Аристотеля, видимо, вот такое понимание. Оно складывалось раньше, безусловно. Но здесь это тот вопрос, который ещё следует, по-моему, рассматривать. Не совсем всё ясно. Но у стойков это было и тот же термин, который вы назвали, а не употребили. Ну, ещё один вопрос. Да, это просто уточнение. Вы сказали, что что-то позволяет сосерцать самой сущности. Я просто прослушала, что вот там где-то в середине доклада, после того, как речь идёт о Григории Минском, что сочность абсолютно полнота бытия, вот, и дальше перед Гассилием против Евномия, там такая фраза, что-то позволяет созерцать самую сущность. Сейчас не могу сосредоточиться. Давайте, может быть, потом я вам встретимся, попереговорим. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Следующий доклад. Приходько Максим Александрович. Тема доклада «Раннехристианская критика языческой религии и платоническое учение о судьбе». Пожалуйста, Максим Александрович. Приветствую, уважаемые коллеги. Сфера религии – основная область полемики христианства с язычеством. Именно в этом поле наиболее явно обнаруживается коренное расхождение христиан и язычников в понимании причин происхождения зла, отношения человека к сверхъестественному, воздействия божественного на земное и о месте человека во Вселенной. Один из первых опытов полемики христиан с язычеством мы находим в трудах раннехристианских апологетов Юстиной Философа и Татьяна Осирийца, его ученика. Для этих авторов, как и для всей, можно сказать, раннехристианской традиции, вся языческая религия представляется результатом деятельности падших ангелов, нарушителей божественного закона мироздания. Призванные осуществлять и поддерживать божественный закон, эти ангелы отступают от него, вовлекают в свое отступничество людей. Это и есть боги языческой религии, которые, по сути, для апологетов не боги, а демоны. Свою функцию падшие ангелы сохраняют и после падения, но в отрицательном смысле. Они насаждают в мире уже не закон Бога, а законы несправедливости, по выражению апологетов. Таким образом, в раннехристианской критике языческой религии мы можем выделить два момента. Отвержение многобожения и осуждение закона богов, под которыми поднимается, как мы далее увидим, языческое мировоззрение, признающее господство Фатума в мире. Для того, чтобы понять суть христианского неприятия языческой религии, обратимся к философскому базису античных религиозных верований, диалогу Платона-Темей и дальнейшей традиции его интерпретации. Согласно Платону, чувственный космос является творением демиурга по умопостигаемому образцу. Он представляет собой прекраснейшее живое существо, наделенное душой и умом, рожденное поистине с помощью божественного промысла. Наряду с идеальным началом умом, космос имеет еще одно начало материю. По Платону, ум и материя совещаны друг к другу, а творение мира мыслится им, как упорядочение материи. Идеальное бытие, осуществляясь в материи, переходит из идеального мысливого в вещественное текучее становящееся. Хотя Платон и утверждает, что материя — это среда совершенно пустая, бесформенная, способная запечатлеть любую идею, не внося ничего своего. Но осуществление идеи в материи является неким действием, переходом, то есть изменением бытия в и на бытие, иначе идеи и вещи были бы друг другу тождественны. Это и есть принцип материального становления, так сказать, пассивное действие материи, которое сам Платон именует как действие беспорядочной причины. В Тимеи материя называется третьим видом сущего, помимо умопостигаемого образца и его зримого подражания. Исходя из того, что ум — это предельная активность, и материя пассивна, вполне оправдана противопоставление одного другому, как свобода необходимости. Платон говорит, что космос возникает из сочетания ума и необходимости, или путем победы разумного убеждения над необходимостью. Это идеальное бытие в предельно возможном материальном осуществлении. Платон утверждает, чтобы Вселенная стала всем, и космос был подлинно совершенным живым существом, заключающим в себе все вещи, в нем должно присутствовать несовершенство, смертная природа, как ни парадоксально это звучит. Этот космологический принцип раскрывается Платоном в аспекте мифологическом. В Тимеи говорится о творении Демиургом звезд и планет, которые характеризуются Платоном как бессмертные существа-боги, поскольку в этих существах максимально воплощается идеальная бессмертная природа. Этим младшим богам, согласно Тимею, Демиург поручает творение природы, в которой присутствует изменчивость и непостоянство природы смертных существ. Поручение Демиурга сопровождается Платоном важным замечанием, чтобы впредь не оказаться виновником ничьей порочности, то есть чтобы не стать причиной возникновения зла. Младшим богам также поручается промышление о смертном существе, дабы оно не стало само для себя причиной зол. Таким образом, в Тимеи Платона мы видим отражение античного представления о человеке. В системе космоса он занимает довольно низкое место. Хотя душой он принадлежит небесам, его уделны совершенства, связанные со смертной природой и посредством тела. Об этом, согласно Тимею, новостворенным душам сообщает сам Демиург перед тем, как вручить их младшим богам для обличения смертной природы. Итак, мы видим, что космологический принцип материального становления в мифе Демиурге раскрывается Платоном и в сфере антропологии. Человек, как и прочие смертные существа, становится носителем несовершенства в совершенном самодовреющем космосе, получая в свое дело смертную природу и способность совершать зло. Именно так понимает с Платоном блуждание, присущее смертному телу непостоянства, характеризующее человеческую душу. Этот же принцип можем рассматривать и в религиозном аспекте. Положение, занимаемое человеком в космосе, обуславливает его отношение к сфере божественного. По отношению к миру небесному, человек поставлен в зависимости от совершенных существ богов планет, а с подводным миром становления он связан неразрывно в силу неустойчивой природы души, которая способствует периодическому ее падению на Землю и цепи воплощения. В последующей среднеплатонической традиции на основе космологической концепции Платона формируется уже учение о трех промыслах. В трактате Псевдоплутарха о судьбе мы читаем. Первый и высший промысл — это мышление или воля первого бога, являющаяся благодетельницей в отношении всего. И в соответствии с ней устроены всяческие из божественных вещей наилучшим и прекраснейшим образом. Второй промысл — вторых богов, двигающихся по небесам. Согласно ему, порядочно возникает смертный, как и все, что относится к пребыванию и сохранению каждого из родов. А третий промысл — предусмотрительность или забота Прометея, которая принадлежит даймонам, поставленным в земных пределах хранителями и смотрителями человеческих дел. Причем, как оговаривается автор трактата, в подлинном наивысшем смысле промыслом является лишь первый, а два остальных, осуществляющие волю бога опосредованно и представляющие как необходимый закон, они совпадают со сферой судьбы. Градация промысла вводится средними платониками в целях теодицеи. Там, где начинается сфера несовершенства, воля бога не может совершаться непосредственно, ибо воля или мышление бога не может быть связано со злом, и не может быть причиной порочности. В подлунной же сфере воля бога может быть представлена лишь в виде необходимого закона фатума, который понимается как некое основание и государственное законодательство, подобающее человеческим душам, согласно псевдоплутарху. Поэтому в словах Тимея, чтобы богу не оказаться виновником ничьей порочности, объясняющих поручение демиоргам творения телесной природы младшим богам, псевдоплутарх находит яснейшую причину судьбы. Итак, согласно среднеплатоническому трактату о судьбе, фатум рождается вместе с младшими богами. То есть мы видим привязку фатума к этим самым богам. И реализуется от младших богов, планетарных духов, через даймонов, проводников и служителей фатума в подлудном мире. Планеты божества при этом оказываются осуществлением фатума как такового, а промежуточное существо даймона, его служителями и проводниками, хранителями в мире смертных. Из приведенного очерка платонической традиции становятся понятны основные линии критики античных верований нашими апологетами. Оба автора заостряют внимание на вопросе о промысле. Цитата. «Многие из философов, — говорит Иустин, — совершенно равнодушны к тому, один или много богов, их проведение простирается ли на каждого из нас или нет, как будто бы это познание немало не ведет к счастью. Они даже стараются доказать нам, что Бог промышляет о мире, но только вообще, о родах и видах существ, а о мне, тебе и каждым порозом не печется, хотя бы мы молились ему целую ночь и целый день». Конец цитаты. «Здесь Иустина мы явно видим критику соответствующего учения среднего платонизма. Однако протест Иустина касается не только философской области, а это протест религиозного характера. Апологет утверждает присутствие Бога в мире людей, и свобода человека для него уже не препятствие, а основание тому присутствию. В историческом бытии мира Иустина усматривает противостояние двух законов — закона логоса и закона разума, и дурных законов демонов. Это противостояние укоренено в природе разумных существ, людей и ангелов, способных самоопределяться к благу и злу. В бытие этих существ Иустина, соответственно, усматривает две фундаментальные причины. Первая — акт творения жизни, начальный и неокончательный. Это есть дело Бога, и от человека не зависит, а за ним следует другой акт, второй — действие разумного существа, определяющего свое состояние и развитие. В зависимости от свободного выбора Бог уже либо награждает, либо осуждает свое творение. Цитаты. Богу, хотящему, чтобы ангелы и люди следовали его воле, угодно было створить их со свободной силой, аут экзусиос, для делания правды и с разумом металлогу, для познания того, кем они были сотворены и через кого существуют они, прежде не существовавшие, с таким законом, чтобы они были судимы им, когда будут поступать противно правому разуму. Закону разума противостоит иной дурной закон демонов, который также актуализируется в свободной воле разумного существа. Демоны, по мнению Апологета, опираются на присущую каждому человеку многообразную склонность ко злу и тем самым воздействуют на весь мир. Следование дурным законам демонов привело к идолопоклонству, бездравственности, ересям и прочему. Итак, согласно Юстину, результатом деятельности демонов является некий модус бытия, или, можно сказать, псевдо бытия, со своими порочными законами. Именно следование дурным законам порождает языческую религию и объемлится ею. Ключевую роль здесь играет свободное самоопределение разумного существа, человека или ангела, то есть причина смертности человека заключается не в устройстве Вселенной, а в его воле, в реализации свободной воли ко злу. Об этом же говорит и Татьяна, ученик Юстина, неоднократно. Важно, на наш взгляд, замечание Татьяна и о том, что ни одно разумное творение, каковым относят люди и ангелов, не является добрым по природе, но становится таковым по своей воле. Другими словами, человек сам определяет свое место в космосе, а не космос это делает за него. Если Юстина рассуждает о промысле и свободе более в философском русле, то его ученик Татьяна уже определенно переводит эту проблему в религиозную плоскость. В воззрениях Апологета обнаруживается некоторая структурная аналогия среднеплатонической доктрине трех промыслов, наполненной уже новым содержанием. Первый промысл — божественное попечение о мире, не только об общем, но и о всех его частностях. А два остальных тоже есть, но только это мнимые попечения, так называемые, в плане их благости, но вполне реальные, как злобная активность парших духов. Это как раз есть по Татьяну то, что провозглашает языческая религия, включая в себя языческое миросозерцание, посредническая функция, планет, божеств и даймонов, присвоенное ими, по его мнению, незаконно. Через учение господствия рока человек лишается мотивации, свободное совершенствование, а через пригвождение страстям по рокам вовсе теряет свободу. Другими словами, языческая религия и связанная с ней магия, по мысли Татьяна увязывают человека в низшей, вещественной сфере, не помогая препятствия ему подняться до сферы небесного. Язычество таким образом представляет сапологет некой антирелигией. Против античной религиозной ментальной картины мира Татьяна восклицает, «Мы же и рока выше, и вместо семи блуждающих демонов планет узнали одного, незаблуждающегося владыку, и руководимые не судьбой отвергли ее законодатели». Существо отношения языческих божеств к миру Татьяна раскрывает через аналогию отношения зрителей театра к разыгрываемому представлению, иллюстрируя свое сравнение известной цитатой из Гомера «И смех несказанный воздвигли». По словам одного британского исследователя, для античных людей смех богов был выражением божественной мощи бессмертных небожителей, а также выражением их принципиального превосходства над смертными существами. Смех богов — символ разделения мира небесного с подлунной сферы. В космологическом значении смех — это инструмент сохранения иерархии божеств и людей в едином космосе. В более поздней неоплатонической традиции смех богов трактовался как наиболее полное выражение их сущности. «Мифы, говорят, — поясняет Прокол, — что плачут боги не вечно, смеются же непрестанно, ибо слезы их относятся к попечению в вещах смертных и бренных, и порой есть, порой нет. Смех же знаменует их целокупную, вечно пребывающую полноту вселенского действования. Смех мы отнесем к роду богов, а слезы — к состоянию людей и животных». Конец цитаты. В смехе богов Татьян отмечает разделительную грань между языческими богами и людьми. Только для плагета это не суть различия природ. Ангельская природа падших духов также поражена грехопадением, как и природа людей, а свидетельство принципиальной враждебности демонов благому мирозданию. Кроме того, в свое сравнение языческих богов с вечных охочущими зрителями театра Татьяна вкладывает еще одно важное значение — состояние безумия демонов, которое он описывает как постоянное умирание. «Демоны бесплотно умереть не могут, но, творя грех, они постоянно умирают, то есть пребывают в мучении». Конец цитаты. Другими словами, умирание демонов — это состояние небытийственности, вечной переходности, ставшей их вечным уделом. Об этом Татьяна прямо заявляет в своем риторическом вопросе язычникам. «И сами демоны вместе с вождем своим Зевсом не подчинены ли судьбе, так как они поработились тем же страстям, каким и люди?» В гомерическом хохоте мы вполне можем усмотреть такое состояние. Как замечает Сергей Сергеевич Аверинцев, природа смеха несет в себе взаимопереходность, состояние свободное и несвободное. Несмотря на то, что смех есть некое освобождение от некой несвободы к некоторой свободе, то он может заключать и переход к новой несвободе, в том случае, если не снимается само состояние переходности. В таком качестве стихия смеха лишает структуру оформления логостности смысла. Таким образом, мы вполне можем предположить, что смех богов символизирует для Татьяны не только определенное отношение этих богов к миру людей, но и отражает состояние их самих, состояние богоотступничества, состояние несвободы, в конце концов. Итак, главным мотивом критики языческой религии у Юстина и Татьяны является не просто неспровержение языческого пульта и мифологии, но и утверждение новой картины мира, несовместивой с языческим фатализмом. Основополагающим понятием апологетов в критике языческой религии становится свобода разумного существа. В этой картине мира Божий промысел касается всего, в том числе и каждого отдельного существа, но при этом не только не стесняет свободы человека, но является ее подлинным основанием. Важно заметить, что именно религиозное переживание присутствия Бога в мире людей и создает ту космологическую, антропологическую, ментальную картину мира, которую христиане противоставляют язычникам. У Юстина мы видим христианское учение о промысле и свободе человека, но еще не находим учения о сотворенности материи. Но этот шаг уже делает его ученик Татьяна. Ощущение присутствия Бога в жизни человека становится новым основанием для самосознания последнего как свободного надмирного существа, не скованного рамками чувственного космоса. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть вопросы? Максим Александрович. Пожалуйста. Вы могли бы прояснить, что подразумевается под языческой религией? В данном случае, достаточно ли того, чтобы определить языческую культуру, в том числе и религиозное, что Боги присутствуют в жизни человека? Ну, то есть, соответственно, можно говорить о религии языческой и, соответственно, других религий. Ну, то есть, вот проясните, что в данном случае, как бы, я поеду, и вы понимаете? Мне здесь интересует, главным образом, языческая ментальность, языческое мироощущение. И, напротив, ментальность, мировоззрение христианское. И конфликт двух религий, я вижу именно вот в этом ментальном отношении, в отношении к вопросу свободы, места человека во Вселенной и ощущения присутствия Бога в мире. Вот, собственно, как я понимаю языческую религию. Вот. Еще вопросы есть? Пожалуйста. Мария, да? Скажите, я так и не поняла, а как язычество обосновывает наличие смерти и злаживости? Наличие чего? Смерти? Смерти и злаживости. Ну, это есть, я тут обращаюсь к необходимости, необходимости в том, что, по Платону, согласно Семею, в том, что мир — это космос, это сочетание ума и необходимости, это сочетание идеального начала и материального начала. Материя, она хоть и бескачественна, но она воздействует, тем не менее оказывает пассивные действия, она вносит некую иррациональность, вот, да, в идеальное. Вот, и поэтому космос заключает в себе вот эту нерациональность, а носителем нерациональности материального начала становится человек, если смертная тварь. Вот, христиане, они полностью отвергли в эту концепцию, что в мире заключается что-то нерациональное, или именно в самой структуре мироздания, нерациональное или злое. Злое и нерациональное, согласно христианскому учению, заключается в свободе как раз-таки разумного существа. Вот, в этом есть и основание присутствия зла в мире. Спасибо. Можно мне спросить, вот вы говорите о фатализме, с которым действительно полемизировали не только полагеты ранее, но и последующие церкви языческие, но можно ли охарактеризовать собственно все античное язычество как исключительно фаталистическое? Ну, ни в коем случае. Нет, мы по античности видим учение о свободе, и там ум человеческий постоянно бьется вот в этой дилемме свобода-необходимость. Есть и свобода в мире, есть и необходимость. Мы это учение о свободе видим уже и у Платона, и у Аристотеля, и у Стоиков. Многое из этого учения подчеркнули сами христиане, вот, и использовали только уже в другом несколько ключей. С моей точки зрения, именно христианское сознание и смогло решить проблему теодиции. Что силилось решить именно языческое сознание, так или иначе? Можно сравнивать так, я все-таки исторически даже их содержать, на стороне вопроса говорю, можно решить так, что поскольку тема фатализма Средноблашар-козы построена, астрология и так далее, ну, среднего класса от интеллектуалов этим увлекались, и у средних потомников можно найти направление движения, то таким образом как бы апологеты сформировали себе объект для критики, да? Критика это способ отмежевания и фиксации своей теории, да? То есть нельзя сказать, что все язычество такое, но бы там такое было. Ну и сами античные учения, они, конечно, не были чисто философскими, они же отражали определенное мировоззрение и менталитет. А вот объект скоро у меня помятится. Спасибо. Да. Максим Александрович, у меня такой вопрос. Ведь мы часто находим вот критику по язычеству тотализма, астрологии, вот одна из всех посетителей поводавших скаклей и вот освящена движением всяких астрологических мероприятий. А в астрологии есть для христианства две укросы. Одна внешняя, такая вот культуроводическая, любая мутуристическая религия сопротивляется вот всяким астрологическим мучениям, они отлично не несут себя с собой культурин. А с другой стороны, астрология вредна вот на таком эссенциальном уровне, потому что она ущемляет муч свободы, да, вот это поручение свободы в Косназе очень важно. Вот как вы думаете, почему критика астрологии у отцов церкви была так распространена в первую очередь ввиду вот этого на таком культурологическом масштабе, ну, чтобы защитить пасту, вот знаете, просто культурных влияния со стороны человечества, да, и направляйте ей на зюк. Первый чуть все-таки вот на вот вы сказали, что они не совмещены с юристином, но вот как вы думаете, какую была оценка дали? Что тут важнее в социальных или культурологическом? Ну, вообще, конечно, во многом обеусловлена критика астрологии и фатализма отцами церкви именно вот наличием самоприсутствия языческого учения, языческого менталитета во многом. Но главным образом, почему, вот с моей точки зрения, почему вот именно такую так много высказывались отцы вот по этому поводу, в связи с тем, что вообще ощущение свободы это есть вообще одно из самых основных таких вот бытийственных ощущений христианина. И вот фатализм астрологии и прочее, прочее, это отрицает вот эту самую существенную, что ли, самую глубокую черту религиозного переживания христианина. Сознание того, что он свободен и вот от его выбора зависит его дальнейшая участь. Это будет актуально постоянно, до сих пор актуально, всегда будет актуально. спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги. У нас вопросов нет? У меня есть вопрос, но поскольку нам предстоит работать в рабочем порядке, мы тогда просто и обсудим заодно. Так что не будем сейчас время тратить. Спасибо, Максим Александрович. Следующий доклад Маковецкий Евгений Анатольевич. Тема доклада 800 лет аргументации бессмертия в блоге с утешением. 800 лет цифра относительно случайная. Примерно столько лет прошло со смерти Сократа. из написания диалога по поводу Федона. И до написания еще двух произведений уже в IV веке такого языческого автора, известного, очень знаменитого Ритера Либани «Апология Сократа». Это такая риторическая, построенная по всем правилам риторики свершенная речь. И диалога опять же в духе Федона написанного Григорием Низким «О душе и воскресенье разговор с сестрой Макрины». Ну вот, почти 800 лет Макрина умерла в 79-м году, в 80-м где-то вот так. 800 лет прошло почти между смертью Сократа и Макрины. И вот хотел посвятить свой доклад, но это я сразу предупрежу не текстологический и такой не концептуальный анализ. Поскольку я уже предпринимал такую попытку сравнивать Федона с Макриной, она оказалась не очень продуктивной. Это смысл моего доклада вычленить из этих трех произведений общую интенцию о чем пишут авторы и для чего они пишут свои идеологии в одном случае речи. Кроме общей темы посвященной смерти все эти произведения посвящены смерти кого-то из близких или очень важных людей для авторов эти произведения обменяет еще общая традиция понятно что все христианство и полтонизм как-то генетически очень связаны но тут связи Григорий посвящает свой диалог Макрине своей старшей сестре которая названа в честь своей бабушки старшей Макрины которая приняла христианство Григория чудотворца который учился у Оригена ну и в общем эта связь известна это как бы вот одна традиция есть ну как бы предположение что Григорий мог даже и у Либании учиться мог и не учиться но уж точно у Либании учился в Константинополе брат его Василий а Василий будучи старше лет на 5-10 ну заменил отца в какое-то время Григорию и занимался его воспитанием Григория ну то есть вот это как бы школьная традиция ну а Либания понятное дело черпает из источника риторической и философской традиции античной вот он так любит античность что даже и как бы не мыслит будущее за христианством да ну вот одна школа один котел произведение очень похожее вот еще по этому признаку по школьной традиции в общем цель как я уже сказал доклада не в том чтобы вот текстологически проанализировать эти тексты а вычленить в том чтобы вычленить авторский посыл поскольку все эти три наших автора не за исключение а включая конечно же Либания тоже хоть он был язычником все свои речи обращают к диалоге о смерти обращают к живым людям которых вопрос о смерти и бессмерти не может конечно же не беспокоить очевидный смысл написания этих произведений на наш взгляд состоял в утешении в утешении нуждаются как умирающие так и остающиеся в живых причем последние возможно больше то есть остающиеся в живых именно им смерть предъявляет материальные доказательства своей неумолимости мертвое тело только что живого человека увлебание вот этого момента важности вот этого потрясения от вида тела покой только что умершего человека так вот не прописано а у Федони это есть помните диалог начинается с рассказа о ноге который приятно когда с нее сняли оковы и заканчивается ведь Федон тоже ощущение но что они ведь сначала холодеют а уж совсем прямо об этом говорится у Григория когда вот он спрашивает Макрину она его вернее спрашивает что тебя в смерти пугает он говорит ну как был живой стал мертвым это ужасно но она ему говорит что ты ведь епископ ну в общем будь мужественным он говорит как епископ я конечно мужественным но ты меня успокой как брат вот вот это ощущение ну то есть вид потрясения от мертвого тела которое принадлежало от мертвого тела твоего близкого человека он конечно ужасен вот это потрясение и понятное дело что живого конечно нужно успокаивать не меньше чем мертвого тем более что во всех наших трех произведениях вообще никаких признаков паники как раз таки умирающие не подают паникует как раз таки остающиеся в живых всегда но тем не менее хоть не паникует умирающие а только остающиеся в живых нетрудно предположить что естественный такой присущий всем живым существам страх перед смертью и у них где-то там в душах не сдится ну и исходя из этого можно оценить важность утешительной силы аргументации против смерти что ли аргументации в пользу бессмертия которые содержатся в наших диалогах и в одной вот этой речи что пугает больше всего смерти кроме очевидного что ты увидишь вероятно неизбежность неизбежность смерти которая в равной мере касается и того кто уже умер и который еще не совсем вот неизбежность это вот тот факт с которым как-то приходится мириться а мириться практически невозможно ну вероятно вот эта неизбежность смерти и делает необходимой ту утешительную помощь которую вправе ожидать люди от философии и религии каковы способы преодоления этой неизбежности самым общим признакам всякого утешения в подобных обстоятельствах будет его словесная природа действие этого логоса утешения или может быть даже логоса победы над смертью может быть трояким первый вариант утешения которое содержится в слове или действие логоса утешения этот логос может действовать в самом простом виде как голосолалии ну не в смысле дара договорения на иностранных языках а в смысле вот несвязанной речи формально от речи такого явления которое смысла не имеет но формально она на речи очень похожа когда утешительный результат достигается простым отвлечением скорбящего своего рода забалтыванием беды заговариванием в данном случае хотя произносимое имеет только косвенное отношение к свершившемуся или вообще может никакого не иметь это может быть совершенно бессмысленная речь тем не менее имея своей целью терапию скорбящей души она вот голосолалия выполняет свое главное предназначение успокаивать успокаивать человека такая бессмысленная речь все-таки представляет собой простейший вариант логоса утешения во вторых второй вариант реализации этого логоса утешения вообще и в наших диалогах в частности неизбежность смерти может быть преодолена в памяти остаться в памяти потомков преодолеть хотя бы историческую неизбежность смерти это как раз задача которая может быть решена логосом утешения в риторике вот второй модус логоса утешения риторический смерти не для того кто живет в памяти потомков ну там спустя тысячу лет почти Анна Камнина ну в начале своей алексеады и вот я решила поведать о деяниях своего отца ибо нет оснований обойти их молчанием и дать потоку времени увлечь их море забвения ну вот она пишет чтобы спасти от смерти забвения путь к подобному бессмертию риторическому только начинается добрыми делами хотя их может и не быть вообще добрых дел ведь можно прославиться и без добрых дел но пролегает этот путь он обязательно через красивые и правильные речи связанные сказанные по поводу почившего мало того что существует только то о чем рассказано это вот тезис рекера существует только то о чем есть рассказ этот рассказ еще сам по себе должен быть совершенным чтобы остаться в памяти многих поколений он должен быть красивым конечно в контексте утешения целью риторики является не просто красота и изысканность сами по себе но использование риторики как инструмента памяти преодоления времени преодоления неизбежности смерти вот несколько как бы может быть это кощунственно вот в контексте наших диалогов но я бы вот хотел еще обратить внимание что и у Григория и у Платона аргументацию бессмертию представляет умирающий то есть как бы слабая сторона в диалоге который предъявить логические претензии просто невозможно потому что он уже умер и своим поступком доказал правоту вообще-то своих аргументов ну или может быть своей уверенностью перед смертью то есть вот такое построение диалогов когда аргументацию о бессмертии когда успокаивает умирающий можно считать тоже ведь риторическим приемом умирающему не предъявишь его не уличишь в третьих вот третий вариант этого логоса утешения как он действовать может можно предположить что логос утешения может действовать и в направлении преодоления самой природы неизбежности смерти вот то как раз чего что больше всего страшит трудно представить себе более кардинальное утешение чем это философское претендующее на разрушение неизбежности умирающий философ представляет собой реализацию этой претензии он имея выбор то есть не сталкиваясь с неизбежностью смерти сознательно выбирает смерть Сократ отказывается от побега от помощи друзей он намеренно провоцирует суд на осуждение заявляет что достоин за свое преступление бесплатных обедов в Британии и прочее ну в общем вот это такая вот бравада она должна привлечь внимание потому что я умираю никогда должен и не умираю хотя и мог бы не умирать сейчас но вообще-то я умереть должен как и всякий как философ я это понимаю и ну вот как бы выбрасывая вот этот люфт во времени который мне предоставлен судьбой я как бы демонстрирую свою силу свою власть над смертью ну что-то в этом роде это должно конечно успокаивать я думаю именно словами философ не сталкиваясь иными словами философ не сталкиваясь с практической неизбежностью смерти вот здесь и сейчас он же может убежать обдуманно подчиняет обыденность крайним обстоятельством человеческой природы ну вот крайнее ее обстоятельство в данном случае смертность он выбирает смерть вообще и когда-то своей личной смертью давая понять остальным что неизбежность смерти имеет слабину что неизбежность это имеет зазор равный по меньшей мере расстояние между человеческой природой вообще и каждой ее реализации и каждой ее ипостаси вероятно этот зазор равен расстоянию между сущим и должным видимо и невидимо То есть колоссальный зазор на самом деле. Имея в виду, что во временном отношении этот зазор может быть равен чьей человеческой жизни, то это отнюдь немалый выигрыш у смерти. В этом смысле философское утешение не может не быть эффективным. Оно, предположим, может оказаться и совершенно молчаливо. Вот это самое философское утешение, вот этот третий модус лобуса утешения. Он может оказаться даже молчаливым. Во всяком случае, совершенно не риторическим, безыскусным, не запоминающимся. Но в любом случае здесь будет действовать тот же лобус утешения, что в гласоларии и риторике. Причем сам, что ни на есть, сильный модус. И вот завершая, я бы хотел в нарушении академических правил только сейчас свои тезисы выбирать. Тоже знаете, хитрость, что мне пришлось доказывать. За 800 лет аргументация бессмертия осталась прежней в целом. И она и за 1800 не меняется, поскольку... Но обстоятельства человеческой природы тоже не меняются, по большому счету. Ну вот, вернее, они меняются кардинально, конечно, фактом Боговоплощения, воскресения. Но на уровне психологического переживания ничего не меняется. И бископ Григорий чувствует то же самое, что, я не знаю, что с Виталием Макрино, и что Сократ. Хотя не все об этом рассказывают, конечно. И второй тезис. Скорее всего, просто в программке была опечатка, и мой доклад назывался «80 лет аргументации бессмертия». Я подумал, что на самом-то деле это название тоже хорошее. Потому что за 80 лет жизни, да, вот средний, вот Лебаник как раз 80 лет прожил, да, там примерно. За 80 лет жизни, я думаю, кроме осознания когда-то там в детстве или в отричестве, факта смертности, кардинальных каких-то прозрений по поводу преодоления смерти, там, знаете, там, каких-то инсайтов по поводу бессмертия с человеком, наверное, все-таки не происходит. То есть в этом смысле это некая константа, которая вот повторяется все время. И вот последний, если есть, еще я только... Две минуты. Последнее, что я хотел сказать, что вот случайным образом, только прочтя Григория Низского, вот я заинтересовался факультативно, конечно, вопросами смерти, мне пришлось избавиться от двух иллюзий. Во-первых, кажется, что мне казалось, что этой темой никто не интересуется сейчас. Это, конечно, иллюзия, да, потому что, знаете, есть такое общество, поддерживая государство, они получают какие-то гранты, состоит из, не то чтобы из тэблишмента научного, но из мейнстрима, что ли, да, общество 2045. Они обещают решение проблем бессмертия к 2045 году. Явно, что речь идет, конечно, о телесном бессмертии. И вот с этим связана моя вторая иллюзия, что вот раньше мы были умнее, мы думали о бессмертии души, ну и воскресении тела, но вот не то, что, вот знаете, пересадки органов, клонированием и прочим таким вот, достичь бессмертия, вот знаете, въехать на танки, да. Да ведь нет, и раньше-то мы все время о бессмертии тела думали, конечно, да. Ну вот, если вспомнить, вот, что Григория поражает, вид мертвого тела. То есть вопрос о бессмертии телесном, конечно же, не последний, и не такие мы в этом смысле вы рожденцы по отношению к истории нашей культуры. Спасибо. Пожалуйста, какие вопросы будут? Пожалуйста, Мария. Идет на рекорд. Пожалуйста, а христианство вообще было в истории, христианские выученики, вот они как-то относились, нет. Или этого вообще просто в истории не было, или вы забыли, или у вас не доклада, поскольку, это неизвестно, симулятор, который даже непонятно как называется. Вы сразу оцениваете своим вопросом. Вы извините, да, но просто мне так было вопрос. Например, святая Екатерина, Михаил Черниговский, помню, у них не было необходимости умирать. Надо было просто поклониться статуе, поклониться. Пусть луну, солнце, огну, они этого не сделали, предпочли смерти. Вот как они смотрели на свой поступок? Как вообще христианство на это все смотрело? Ну, более не менее, больше двух не было. Ну, вот смотрите. А у вас, например, логика доклада. Во всей логике доклада. То есть этого не было? Нет, нет, это как бы спасибо и за замечание, и за оценку отрицательную, поскольку как бы пафос тамой состоял в том, чтобы как раз-то подчеркнуть некоторую универсальность. Хотя и про христианство я, конечно, знаю, и я думаю, Григорий Низкий ведь тоже помнил, да ему и Макрина, да, кстати, ведь Макрина ему напомнила, ты же епископ. Ты епископ, а боишься как мальчик. А он говорит, да, говорит, я епископ, а боюсь как мальчик. Ты мне докажешь. А святая Екатерина боялась хотя бы как мальчика? Ну, я не знаю, ведь смотрите, мученики, это же свидетели, да, свидетели, они свидетельствуют своей мученической смертью. Что? Ну, истинность веры, да, бессмертие души, конечно, конечно. Много, не мало, и именно это дает им мужество умирать здесь и сейчас с такой целью. Мария, давайте я вам отвечу, давайте я вам так отвечу. Внутренний опыт мученика мне неизвестен. Было бы, вы были бы правы, если бы, когда бы я начал его, знаете, освещать, вы бы мне сделали замечание, что откуда вы его знаете? Я его не знаю, поэтому психологический опыт мученика для меня закрыт, понимаете? А психологический опыт епископа, скорбящего по поводу смерти брата, открыт. Это не христианский идеал. Так моя задача была ведь... Мария, стоп! Это уже дискуссия. Это не даже дискуссия об озоне, Мария. Ну да. Речь идет, ну, понятно тоже, мое место. Спасибо. Еще вопросы? Есть вопросы? Да, пожалуйста. А вот вы говорили, вот это, третий пункт, философия как утешение. Можно ли в этот контекст еще вписать баяция? То есть в утешении философии, в принципе, есть стих, который фактически... Сохнет. Сохнет. Да, действительно. Как вы сюда его еще вписали? Тоже платоническая традиция в чем? Ну, в прямом, как бы, на все сто процентов, конечно, можно. Да. Есть вопросы еще, пожалуйста, Геннадий Анатольевич. Геннадий Анатольевич, а вот хотелось бы подробно немножко узнать. Вот блогу с утешением риторикой для христианина, что мы сейчас представляем? Видите, вроде бы, такое традиционное сложилось отношение к риторике, не совсем положительное, как вот в одном из посланий сказано. Будет слово ваше, да, да, нет, нет. То есть вот слово должно быть связано с существом. А риторика, как правило, ну, вот эта вот связь, она уже несколько разрывает. Ну, вот критика риторики, не знаю, Федри. Ну, вот, опять же, какая должна быть настоящая риторика в этом же самом Федри, может быть, в христианстве вот это вот существо должно являться в слове. Вот, поэтому ничего искусственного быть не должно. Потому что, может быть, что тут имеется, что за утешение может быть в христианском, в христианском в области риторики? В какой христианском, раскрытие тут значения? Ну, вот, в разговоре с сестрой Матриновой ничего такого типично риторического, что навешивается на риторику, задачу, которая должна решаться риторическую, я не видел. А риторики я упоминаю в том смысле, что, если, как бы, собрать все возможные способы действия этого логоса утешения, риторика... Может ли риторический логос утешить христианин? Наверное, как-то может, но я не знаю как. То есть, возможно, может, не знаю. Можно я поясню, вот в какой детали. Здесь выбраны тексты очень важные и специфические в то же самое время, потому что мы же сами не будем рассматривать... То есть, конечно, можно рассматривать Фидон как манифест такого языческого отношения к смерти, там, платонического отношения к смерти, можно рассматривать утешение Макрины как христианского, но главная задача не в этом, да? С драматической точки зрения это переживание по поводу умирания, и вот наглядно умирание близкого, любимого человека, да, необычайно. И поэтому здесь просто немножко с другой стороны мне это вообще анализирует. Да, я пытался вот таким образом, исходя из того, что ведь, ну, может, бабушка Макрины, будучи первоначальной язычницей, стать христианкой. Да, Екатерина была, о, какой язычницей. Ну, вот так, действительно. И, как правило, платон, арестовик, верный, 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 верный. А у меня? Да, здесь про себя. Потом, я спрашиваю. Давайте вы просто. Евгений Анатольевич, я хочу вас поблагодарить за интереснейшее выступление, и оно не только вот вызывает вопросы, но и будоражит мысль. Само это выражение логос-утешение, конечно, очень интересно, и здесь по этому поводу, наверное, еще можно дополнительно что-то говорить. Вот. А я в отношении вот этого третьего модуса, который вы назвали бравадой философов, как самый сильный аргумент, не содержится ли момент свободы выбора. То есть вот на первый план выходит именно вот это вот. Вы сказали там о должном, да, вот вспоминаются и стойки тоже, да, долг человека, долг философа, не только там Сократ, но и Сынека тоже. Вот. Возможно, здесь речь идет именно об этом, о возможности свободного выбора, который всегда, вообще говоря, мужественен, и в этом вот его силы заключаются. Я думаю, да, и он относится, конечно, не только к философам, в каком-то смысле, может быть, и к мученикам тоже, понимаете. Да, в речи свободе выбора, да. Спасибо. У меня, если можно, вопрос. Это как раз по поводу тоже риторической памяти, риторической организации памяти, ну, может быть, не столько в контексте данного случая, что утешительное, да, от другой стороны. А вот мысль пришла в голову до сейчас, извините, может быть, я задаю вопрос вполне очевидно, для вас какую-то аудиторию, а не может ли вот эта риторика памяти, связанная с памяти Паникирики, всевозможные, ну, вспоминаем, там, известный, имен Ахсен наш любимый, Платоновский и так далее, который возникал, понятно, еще до Гемосфена, там, Патессерона, быть связанной, так сказать, с памятью эпической, вот этой поэзией эпической, да, как там в одном из генов Аполлона говорится о том, что вот повествуют прекрасные девы и юноши в своих орах, одеяниях, прошлых и так далее. Ну, собственно, эта память, которая автоматически зазубривалась, помните, кстати, греки наизусть учили юноше Илеада, да, вот, с самого начала, то есть вот не может ли это быть, как бы, риторикой выступать и на бытие вот этой эпической памяти, ну, собственно, которая была такой памятью, фундаментально, в смысле слова. А Фриэм тогда тоже как-то с этим невероятно связан, да? То есть, я не могу уже ответить, но какая-то же, кажется, есть действительно связь. У меня небольшое замечание, просто я бы рекомендовала вам посмотреть, вы, может быть, уже посмотрели, в педагогии климата, у него логос, двух значений постоянно обыгрывается, как логос, как спич, речь, и логос, собственно, двух слов, и у него идёт уже отразделение логоса с жанрами риторической словесности. Логос параметикос, логос патротикос, логос нутатикос, утешающий. И я думаю, что вот эта традиция, она вполне может быть знакома и, скорее всего, знакома. Конечно. Спасибо. Спасибо. Следующее выступление. Пантелеев Алексей Дмитриевич. Отсутствует. А, он отсутствует. В среднем отсутствует. Я его не вижу пока. В среднем у меня нет, но видите, я не вижу. Он подойдёт, надеюсь. Тогда Кулиев Олег Игоревич. Тема доклада Оригин против Гераклиона. Спорт 2. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok